МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Это дневники игр «Дети Азии». Меня зовут Айсена Бурнашова и мой коллега Максим Кордозов. Рады приветствовать вас на вечной мерзоте из солнечного знойного якутска, столицы восьмых спортивных игр «Дети Азии». Кстати, Айсена, ты знала, что история этих соревнований начинается еще с 1996 года. Да, знала. И более того, ровно 28 лет назад именно из нашего города стартовали первые игры «Дети Азии». И с тех времен, конечно, увеличилось количество участников и количество традиций. И сильнейшим спортсменам открываются новые вершины. И очень символично, что именно с селенских столбов стартовала эстафета огня игр «Дети Азии». Главный символ соревнований зажигают ровно за 100 дней до их начала. Обряд проводят по якутским обычаям. Первый факел дает старт эстафете, и огонь отправляется в путешествие. Я уверен, что с каждым годом количество занимающихся не только детей, но и взрослых будет у нас расти. За последние годы очень значительное количество людей, которые вовлечены в спорт. Ну и, конечно, проведение таких мероприятий, как «Дети Азии», крупнейших, международных, оно служит в первую очередь для того, чтобы как можно больше детей вовлекалось в спорт. Игры «Дети Азии» проводятся в Якутии с 1996 года, и за эти годы стали символом не только республики, но и всей России. Они собирают детей из многих стран и объединяют тысячи людей. На протяжении всего маршрута капсулу с огнем берегли и передавали его хранители. Они же обеспечивали сохранность и безопасность символа игр «Дети Азии». Чувствуем гордость, чувствуем отецственность. Потому что мы провели огонь по всем районам республики Саха-Якутия. Это было долго, так как эстафета началась с церемонии заживания огня на подножии Ленских столбов 19 марта 2024 года. Огонь игр по Якутии пронесли 550 факелоносцев, среди которых 42 выпускника игр разных лет. В каждом районе эстафету встречали лучшие спортсмены и ветераны, физической культуры. Протяженность маршрута эстафеты составила более 37 тысяч километров. Впереди долгожданный финиш. Торжественная церемония заживания огня восьмых игр «Дети Азии». Во время проведения эстафеты огня игр «Дети Азии» ряд улиц в городе Якутске будут перекрыты. Для водителей в интернете уже предлагаются возможные схемы объезда. Также 17 автобусных маршрутов будут передвигаться по альтернативному пути. Зажение огня даст старт началу соревнований и новым победам. «Дети Азии» уже объединили более 15 тысяч юных спортсменов, для многих из которых это стало стартовой площадкой в мир большого спорта. Ирина Жданова, Ренат Нахиев, Якутск. Игры – это горячая пора не только для спортсменов, тренеров и болельщиков. Ну и для наших коллег-журналистов в Якутск специально приехали представители СМИ из зарубежья и со всей нашей страны. Сейчас узнаем о их работе. Все средства массовой информации Якутска в эти дни бросили свои силы на освещение игр «Дети Азии». Опытная команда спортивных журналистов в ежедневных журналах игр будет знакомить не только с самыми горячими схватками, но и с образовательными и культурными событиями, которые пройдут в рамках игр. Ежедневники будут в свободном доступе. У нас уже собрана команда. В первую очередь, конечно же, это лучшие спортивные журналисты республики. Они вот сегодня уже здесь собрались. И я с радостью представляю своих коллег. Очень рада с ними опять встретиться через много лет. Это Игорь Платонов, Александр Посельский, Сандал Неконоров. Ну то есть это у нас будут главные авторы, которые будут в первую очередь писать о спортивных мероприятиях. Мы все их очень ждем. И я надеюсь, что, как обычно, ребята порадуют нас отличными и интересными материалами. Начало побед осветят и корреспонденты Якутского Саха информационного агентства. С материалами спортивного события читатели могут ознакомиться не только на сайте, но и в социальных сетях агентства. Основные ресурсы нашей редакции будут брошены на освещение как самих спортивных игр, то есть соревнований, так и на освещение культурной программы, которая будет сопровождать это мероприятие, то есть фестиваль мамонтенок, кинофестивали и так далее. Трансляцию, открытие и закрытие главного спортивного события покажут на федеральном телеканале. Открытие игр отработает команда профессионалов телеканала «Матч ТВ». Помимо режиссера трансляции, звукорежиссера, операторов и новостных корреспондентов в составе команды сотрудники виртуальной графики. С коллегами от НВК в совокупности мы делаем 14 камер, от нас предоставляем виртуальную графику. То есть в трансляции вы видите, там на фонах в небе будут развиваться флаги, отрисованные виртуальной графикой. Ну плюс там еще всякие разные красоты, решили разнообразить трансляцию в этом плане. Только более 50 сотрудников телекомпании задействованы в ежедневных выпусках дневников, игр, утренних и вечерних проектов. Все это на русском, якутском и английском языках. Всего в играх задействовано свыше 300 сотрудников медиакомпании. Национальная вещательная компания «Саха» освещает игры «Дети Азии» с момента их основания, с 1996 года. А 2024 год стал особенным. Если все прошлые игры вещали федеральные телекомпании, то в этом году впервые право официального продкастера досталось НВК «Саха». Действительно, сегодня у нас с компанией будут работать 368 человек. Это очень большая группа, это большая группа дневников, трансляций, игр. Мы в этом году на этих играх как никогда сделаем много трансляций. То есть из 21 вида спорта будут вестись трансляции по нашим четырем телеканалам. Те виды спорта, которые не вошли в трансляции, они обязательно попадут в наши дневники. И хочу сказать, что нашими сотрудниками будет делаться история этих игр. То есть игры пройдут, а история останется в нашем архиве. А нашим телезрителям остается только следить за главным детским спортивным событием этого года. Самые зрелищные схватки и интересные моменты игр «Дети Азии» смотрите на наших телеканалах. НВК «Саха», «Якутия-24», «Мамонт», а также на официальных сайтах и социальных сетях. Катерина Винокурова, Иван Саракаумов, Якутск. На играх в «Дети Азии» будут задействованы 16 спортивных объектов, на которых пройдут соревнования по 24 видам спорта. Максим, ты уже определился, за какими состязаниями будешь следить? Да, это будет волейбол, стрельба и, конечно же, масс-рестлинг. Наш любимый якутский национальный вид спорта – перетягивание палки. А что насчет королевы спорта легкой атлетики? Без нее никуда. Я как раз хотел у тебя спросить, где пройдут соревнования по ней? Сейчас все тебе расскажу. Соревнования по легкой атлетике пройдут на стадионе Туймада. Кстати, стадион Туймада у нас самый главный спортивный объект игр. Делегации спортсменов восьмых игр «Дети Азии» совсем скоро пройдут по обновленному стадиону Туймада, ведь церемония открытия пройдет именно здесь. В самом сердце стадиона – футбольное поле. Здесь заменили старый газон. На слой плотного грунта лежит 6-сантиметровое искусственное покрытие. Все по стандартам. Не забыли и про удобство зрителей. Самые яркие моменты спортивного состязания зрители смогут увидеть с удобных тресел на трибунах. А также немаловажным является безопасность. По периметру зданий установлены видеокамеры на пухне. На Комсомольской площади пройдут соревнования по баскетболу и танцевальному спорту. В здании по соседству Литовом дворце Элли и Ботур тоже завершились все подготовительные работы. За медали здесь поборются спортсмены по тэквондо, дзюдо и кураж. А спорткомплекс Дохсун станет центром притяжения для боксеров, гимнасток и скалолазов. Преобразился до неузнаваемости дворец спорта «50 лет победы». Там соберутся ярые фанаты футбола. Мы готовы к принятию международных спортивных игр Дети Азии по футзалу. Медали, секунды и преодоления. Самых быстрых пловцов определят в бассейне Чолбон. К эпичным стартам готовились заранее. Обновление входной группы, косметический ремонт и замена стартумб – это лишь часть колоссальной работы. Сделали капитальный ремонт Кровли, еще проезды площадки, а также полностью поменяли тротуарные плитки, установили новые витражи. Ловких и быстрых определяют в самом крупном спортивном комплексе «Триумф». Порядка трех тысяч посетителей имеют возможность наблюдать за юными борцами, которые выйдут на помост. Процесс начался в марте. Мы начали отсыпку скальником берега. Состязаться на точность и дальность будут стрелки на стадионе «Юность». Спортсменов других видов спорта, в том числе масс-рестлеров, кикбоксеров, шахматистов и волейболистов, также ждут обновленные спортивные комплексы. На капитальный ремонт и возведение спортивных объектов из регионального бюджета выделили порядка 400 миллионов рублей. Даяна Федорова, Степан Достыров, Якутик. Грамотное распределение питания спортсмена с обязательным восполнением затрат энергии, поддержание баланса организма – важное требование при организации питания спортсменов. Что входит в основу меню участников, какие особенности рациона у представителей разных стран? Мы работаем по утвержденному оргкомитетам примерному меню, который состоит из балансированного специально для спортсменов с учетом килокалорий меню, где учтены необходимые для питания спортсменов билки, жиры, углеводы. Все это очень сбалансировано, разработано уже. И на основе этого меню мы уже кормим, получается, всех участников. Тем не менее, с учетом того, что предпочтение стран, команд, которые попались в наши объекты, мы будем стараться немножко вводить коррективы, согласовав все это и с комиссией по питанию, и с Роспотребнадзором по желанию участников команд. Качественный состав пищи подбирается индивидуально в зависимости от личных физических характеристик спортсмена, вида спорта и уровня нагрузок. Учитываются и другие особенности. Ежедневно мы кормим более тысячи спортсменов. И среди них местные команды и спортсмены мусульманских стран. Для мусульманских стран мы кормим и приготовим заготовки из халяльного мяса говядины, халяльного мяса курицы. Для всех объектов питания есть единое примерное меню, составленное с учетом национальных особенностей представителей разных стран. Так как у нас в основном представители Средней Азии, то, конечно, это у нас шурпа, плов, ну и наши блюда, да, будут мучные изделия и так далее. В принципе, меню все обговорено. И как бы мы не первый год проводим совместно в составе университета такие мероприятия, конечно, ну по видам спорта мы тоже будем учитывать, соответственно, да, что там у нас и орехи, и мед у нас идет, и минеральная вода, потому что, ну, у всех по-разному, конечно. У детей-спортсменов более калорийный рацион, но это в зависимости от вида спорта и возраста. Основное меню составляет 5500 килокалорий в день по нормативу. Но не для всех. У гимнасток суточная калорийность питания намного меньше. Мы стараемся ограничивать себя в еде и не кушать много мучного, сладкого, потому что если будет гимнастка много весить, то будет тяжело работать. Ну, можно кушать почти все, но в малых порциях, например, гречку, супы там, и после шести не кушать. Пункты питания будут работать по системе «Шведский стол», где каждый может выбрать блюдо на свой вкус. Выбор будет представлен богатый. Организаторы надеются, что блюда, приготовленные с любовью, помогут ребятам достичь новых высот в спорте. Анна Васильева, Радонин Сергеев. Вот так пока еще стройными рядами в ангаре, но уже совсем скоро такими же стройными рядами по улицам. Спортсмены, волонтеры и гости игр «Дети Азии» будут передвигаться на новых автобусах туристического класса. Кавзы, Лиазы, Хайгеры и сразу 10 новых «Волгобусов». В одном из них мы сейчас находимся и проведем краткий обзор. Начинаем, конечно, с закрывания дверей. Самое главное, на что хочу обратить внимание, это система безопасности. Система пожаротушения установлена в двигателе. Дальше по всему периметру есть камеры видеонаблюдения. Сидушки оснащены ремнями безопасности. И, кстати, все 45 сидений в салоне откидываются, как сама спинка, так и подлокотники. Дальше места для хранения багажа и ручной клади. Тут же также есть кондиционер и динамики. В общем, все для комфортного провождения времени в пути. Ну а если честно, автобус изнутри напоминает новый самолет. Рады обновкам и сами водители признаются, что на их профессиональный взгляд автобусы более чем удобные. Пару недель назад состоялись тестовые отработки, перевозки, высадки и посадки гостей. Отработали даже и встречу спортивных делегаций. В общем, к началу игр в полной готовности. Мы собрали более 150 волонтеров для имитации наших спортивных делегаций, которые примут участие на спортивных играх «Дети Азии». Для того, чтобы наши волонтеры смогли хорошо реагировать на всякие непредусмотренные случаи, чтобы они были более насмотрены и были готовы к тому, чтобы принять уже настоящие спортивные делегации. Для безопасности движения в период игр в усиленный режим перейдут и сотрудники ГАИ. На время проведения игр с полуночи 24 июня до 7 июля включительно будут перекрыты два участка дорог у деревни спортсменов улица Аюнского на участке от Петровского до Дежнева, улица Каландрашвили на участке от улицы Аюнского до многоквартирного здания по улице Каландрашвили, 38. Во время проведения спортивных соревнований во Дворце спорта «50 лет победы» будет ограничено движение транспорта по улице Короленко на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Толстого. Ограничение будет действовать с полуночи 25 июня до 3 июля включительно. Во время церемонии открытия и закрытия спортивных игр временно закроют улицу Лермонтова на участке от улицы Короленко до улицы Петровского, улицу Кирова на участке от улицы Горького до улицы Лермонтова, улица Октябрьская на участке от улицы Горького до улицы Лермонтова. Обращаемся к вам быть терпеливыми и заранее планируйте маршрут движения. Ну и ко всем участникам дорожного движения обращаюсь, чтобы были внимательными и призываем соблюдать правила дорожного движения. Новые автобусы, безусловно, облегчат путь спортсменам к победам. Ну а самое главное, после игр вся автомобильная техника останется в Якутске и будет задействована для городских и междугородних перевозок. Петр Васильев, Радомир Сергеев, Якутск. Я думаю, что вы все поняли, это талисманы восьмых спортивных игр «Дети Азии». Давайте с ними познакомимся. Это бурундучок Саина, а рядом мамонт Мадун. Ну, Айсена, какой же это мамонт? Мамонтенок. Ну, Максим, я с тобой все-таки поспорю. Это мамонт, потому что Мадун с якутского переводится как «сильный» и «мощный». Это сто процентов. Давайте узнаем о них подробнее. Все дороги ведут в Якутск. Ежедневно прибывают рейсы самолетов из разных уголков азиатского континента. Земля Лунхо приветствует всех участников и гостей игр «Дети Азии». А первыми их при въезде в город встречают наши талисманы игр. Это Мадун, что в переводе «сила и мощь» и «талисман». Волонтеров Саина. Лето, что в переводе «Саин». Мода на талисманы зверей пошла с 1972 года с Мюнхенской олимпиады. Такса по имени Вальди стала первым официальным талисманом. Кстати, в том году наш прославленный борец Роман Дмитриев стал олимпийским чемпионом. Детские игры также не отстают. Тут в 2008 году с третьих игр «Дети Азии» всенародно выбрали талисманом игр «Мамонтенка». Вот, например, в 2012 году все чемпионы и призеры увезли с собой такую замечательную игрушку. И мы надеемся, что «Мамонтенок» им напоминает о первых победах, о первых стартах. А также это память о Якутии, где 10 тысяч лет тому назад здесь, на этой земле, обитали самые настоящие мамонты. С тех пор на играх, проводимых на территории республики «Мамонт» – неотъемлемая часть игр «Дети Азии». Талисманов Мадуна и Саину установили во многих локациях города. Производством маскотов занялась студия «Джаз Таял Продакшн». Изначально мы сделали 12 штук. Это было еще в марте, а сейчас 50 штук готовится. По разным видам спорта, по спортивным объектам будут они стоять. Мне кажется, это у нас получилось. Мы дарим эмоции и классные фотографии. Также студия «Яла Федорова» занялась изготовлением ростовых кукол. Они тоже в ожидании своего часа. Ну а в этом году все медалисты получат вот такого симпатичного талисмана «Мамонтенка». Первым талисманом игр был мальчик Берген. Вся атрибутика игр разложена на витринах в музее. Здесь можно увидеть медали, начиная с 96-го года. Обновленный зал первым посетил главный судья Мария Кшалов, он же выпускник игр 2004 года. Ему тогда не удалось выйти на педестал почета, а ведь очень хотелось получить медаль с якутским бриллиантом. А когда проиграешь, уже делаешь анализы и оттуда выявляешь свои недостатки, где-то недоработал вот это. И тоже и проигрывать надо. Вот я проиграл, но дальше готовился. И через месяца три я стал чемпионом Азии во Вьетнаме. Центральным элементом медали восьмых игр является Сергея, который занимает особое место в якутской культуре. Дополняя центральную часть медали, выполненной в рельефе логотип игр, на оборотной стороне расположен логотип Международного комитета Дети Азии. Отбор для участия на играх Дети Азии проходил не только среди спортсменов, но и среди моделей и учащихся кадетской школы в медально-наградную группу. Всего было отобрано 72 волонтера. Были назначены кадеты с высоким ростом, с их хорошей подготовкой, хорошие отличники. На церемонии и награждения мы будем поднимать флаг и также будем участвовать на торжественной открытии. Для девочек-цветочниц и вот для медально-протокольной группы девочки от выше 171 сантиметра. И все. И получается, после успешного собеседования нас пригласили буквально через месяц на еще одно собеседование, где мы уже все познакомились и начались первые какие-то вот такие рабочие моменты. Церемония награждения будет проходить на Комсомольской площади возле главного спортивного объекта стадиона Туимада. Именно здесь будут звучать гимны стран-победительниц. Ну а первые медали будут разыграны уже 26 июня. На цену награждения поднимутся самбисты. Следите за нашими дневниками. Начало побед мы покажем первыми. Юргена Егорова, Степан Пастыров. В этом году покорять спортивные вершины приехали делегаты из 24 стран мира и трех федеральных округов нашей страны. Есть, кстати, и новички. Это Беларусь, Грузия и КНДР. Ух ты! Даже Северная Корея? Да, Северная Корея. Максим, а ты знаешь, что первый участник иностранный уже приехал в Якутск? Да, и какой? Это сборная команда Сирии. Их в делегации целых 33 человека. Это спортсмены, сопровождающие организаторы и тренеры. О том, как встретили юных сирийцев, смотрим в следующем сюжете. После восьми часов полета и преодоления более шести тысяч километров, юные спортсмены из Сирии прибыли в столицу Якутии. Каждого участника встретили волонтеры, которые помогали с багажом, ориентировали гостей по территории аэропорта и сопровождали их до транспорта, который доставил спортсменов к местам проживания. Мы встретили делегацию из Сирии. Наши обязанности в ходе встречи и провода спортсменов, то есть аккредитационного центра. Потом они будут заселяться в общежитии. Среди множества традиций игр «Дети Азии» одной из самых старейших является торжественная церемония поднятия государственного флага. Так, делегация Сирии под звуки гимна страны на флагштоке торжественно взымает вверх свой флаг. Этот символический акт напоминает о важности мира, дружбы и сотрудничества народов. У спортсменов появилась возможность не только подготовиться к соревнованиям, но и познакомиться с уникальной культурой и архитектурой города. И первой локацией стало одно из самых красивых мест. Это Старый город. Именно здесь юным спортсменам проведут экскурсии, начиная от музеев, заканчивая прогулками около набережной. И несмотря на то, что они буквально здесь всего два дня, они выучили парочку русских фраз. Привет, Ягудья! Сирийские участники настроены на победу. Это не первый раз, когда делегация Сирии участвует в играх. Впервые сборная выступила в 2012 году. Тогда команда завоевала одну золотую и пять бронзовых медалей. На протяжении всей подготовки в глазах участников горит огонь стремления к успеху. Тренеры отмечают высокий уровень мотивации и целеустремленности в спортсменах. Очень довольны, что мы приехали и бываем сейчас в Якутии. Мы очень были такие рады и счастливы, что мы будем участвовать в этих соревнованиях. Сегодня гуляем и посмотрим на старый город Якутии и будем смотреть на разных местах. Интерес к играм Дети Азии среди сирийских участников огромен. Вся команда полна решимости показать свои лучшие результаты и завоевать медали для своей страны. Я очень рад, что буду принимать участие в соревнованиях. Я надеюсь, что хорошо себя проявлю. Мы тренировались каждый день, у нас очень хорошие тренеры. Для меня это первые соревнования за границей. Меня очень удивили люди здесь. Они джентльмены, хорошие, улыбаются. В составе команды Сирии 29 детей-спортсменов, 13 тренеров, 8 организаторов. Они будут соревноваться за победу в боксе, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, спортивной борьбе и художественной гимнастике. Дарья Короленкова, Георгий Григорьев, Нюргун Старостин. Посмотрите, какие красавцы! Привет, ребята! Без них не обходится ни одно крупное спортивное мероприятие. И это наши волонтеры. Волонтеры Игр Дети Азии. Их около двух тысяч человек. Они приехали из самых разных регионов нашей страны и даже зарубежья. Да что ты говоришь? Да. Я знаю, Сэн, что ты уже успела с кем-то из них пообщаться. Успела, успела. Все подробности смотрим в следующем сюжете. Этот улыбчивый парень прилетел в Якутск из Омана. Позади 20 часов полета и более 10 тысяч километров. С трапа самолета сразу волонтерский центр. Получать бейдж. На Детях Азии Масуд Мохаммед Альбади отвечает за питание, трансфер и старт тренировок сборной команды Омана. Он волонтер Аташе своей страны. Я в третий раз на Играх Дети Азии. В первый раз я был волонтером на Играх во Владивостоке, затем в Кемерово. И сейчас мой третий раз уже в Якутске. И я очень взволнован. Волонтерство, помощь людям и в целом обществу делают меня счастливее. Я счастлив помогать. Помогать на Играх из самой западной точки России в Якутск прилетел и Сергей Рощин. Для калининградца это вторые Дети Азии и от того еще более ответственные. Сергей, тимлидер, курирует работу сразу 76 волонтеров стадиона «Триумф». «Триумф» действительно один из самых больших стадионов, комплексов. Он вмещает в себя 3000 зрителей. Мы подразумеваем то, что все места будут заняты, безусловно. Мы все готовы. Мы прошли большое обучение. Мы знаем каждый уголок этого стадиона. Мы готовы встречать гостей. Каждого посадить на свое место. Рассказать ему, где что находится. Какое мероприятие готово. Всего у волонтера охватят 19 направлений. От встречи в аэропорту до заселения в деревню спортсменов. Просчитают и продумают все до мелочей. Бывает и обед пропустят, но первыми протянут руку помощи. Во время Детей Азии волонтеры также смогут помочь и горожанам. Подскажут дату и время соревнований. Помогут определиться с видами спорта и локациями. Ну и, конечно, подскажут дорогу. Здравствуйте. Как мне дойти до Лермонтова 64? Это куда мне идти? Вы идете прямо, потом поворачиваете налево. 19 направлений. Из них самое крупное направление – это волонтеры спортивного объекта, где более 650 волонтеров. И волонтеры от АТШ иностранных делегаций и регионов Российской Федерации. Там более 350 волонтеров. У волонтеров яркая форма оранжевого цвета. Ни с какой другой не перепутать. А еще они веселые. И проблему решат, и улыбкой одарят. Обращайтесь. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Иван Саракаумов. Это были дневники игр «Дети Азии». Смотрите нас каждый день и будьте в курсе самых интересных событий. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА